Привет, дорогие зрители! Сегодня у нас очень необычная серия будет. Я хотел бы показать вам, как моделировать в программе 3ds Max Autodesk 2011 версия 2019 года, человечка из Майнкрафта. То есть, я смотрел уже видео, было похоже у одного человека, но он делал в программе Autodesk Maya, а это немножечко другое. То есть, возможно, кому-то мое видео тоже пригодится. В итоге у вас, в принципе, что можно здесь делать? В итоге у вас будет то же, что и на рабочем столе, к примеру, на мое. Я вчера это делал, сделал ровно сутки. Ну, естественно, с передыхами, со всеми делами. Ну, давайте начинать. То есть, создаем новый, как сказать, интерфейс. А, еще кое-что. Это видео будет абсолютно для начинающих. То есть, для тех, кто вообще не знаком ни с 3ds Max, ни с чем вообще. То есть, просто абсолютно для новичков. Значит, что такое 3ds Max? Это базовое окно, открытое у меня. Это 3ds, 3ds поле. То есть, мы можем вращать его, как хотим, по-разному, да? Возможно, немножко будет подключивать, потому что у меня FRAPS. Это программа для записи видео. Очень жрет много ресурсов компьютерных. Значит, первое, что вам надо сделать. Заходите во вкладку Rendering. Render Setup. Вы сейчас, то, что я сейчас делаю, меняете алгоритм, который просчитывает картинку. То есть, переобразует 3D-модель, вот эту, да, вот. Вы, как бы, в изображении, в формате там JPEG, не JPEG. Щелкаете вот сюда и куда-нибудь. Выбираете Mental Ray. Это, как сказать, это алгоритм, насколько я знаю. То есть, я плохо разбираюсь в этой терминологии, но в любом случае, нам этого вполне достаточно, чтобы что-либо сделать. Значит, далее. Здесь у нас есть панель инструментов. Выбираем эту кнопочку. Стандартные примитивы. Кнопочку Box. Это позволяет создавать коробки, так называемые. То есть, мы уже готовы к созданию человечков. Значит, включаем такую кнопочку Угол. То есть, это позволяет делать прямые углы. То есть, потом увидите, в общем, что это такое. Я потом все покажу. Просто включайте. Эту кнопочку, это привязка к границам сетки. То есть, позволяет очень точно все чертить. Значит, давайте создавать уже сами, как бы, кусочки. Так, ну давайте отсчитывать. Это вид сверху, топ. Вид сверху, даже написано топ. То есть, кубик. Все понятно, да, наверное? Начинаем. Скажу сразу, это будет попиксельная работа. То есть, все будет вручную делаться. То есть, без всяких скинов. То есть, вручную создаете полностью скин. Значит, глава у нас размером 4х4х4 блока. То есть, кода кубиков таких маленьких. Давайте отсчитывать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так. Вроде ровно, да? Три, четыре. Все прекрасно. Вот теперь идеально. Раз, два, три, четыре. Погодите. Да, ну как бы, пять, шесть, семь, восемь. То есть, с каждой стороны по 4 блока. Во как. Это у нас головка будет, человечка нашего. То есть, она готова. По идее, странно, что немножко подключивает. Вообще, по идее, не должно. Потому что компьютер очень мощный. Сейчас вот я работаю на нем. Ну ладно. Это, значит, выбираем такой инструментик перемещения. Сдвигаем его вверх. Господи, это хрень. Не нужно никому. Но она нужна, чтобы для удобства именно черчения. Сдвигаем куда-нибудь вообще ее вбок. Она пока не нужна нам абсолютно. Значит, далее. Делаем ручки-ножки. Они все стандартные абсолютно. Только разные текстуры на них накладываются. Текстуры, если кто не знает, это как бы рисунок. Они два по два. Так, опять бокс надо выбрать. Так вот, высотой 12 уже блоков. Кстати, у меня странно, почему сейчас что-то пойдет не так. Поэтому давайте-ка вот так сделаем, чтобы было лучше видно. Так, не торопимся, не торопимся. Так, это будущая ножка наша. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, давай, финальный. Да, блин, не хватает, что ли. Господи, как он меня задрал тоже. Ладно, ничего, ничего, ничего. Спокойно, сейчас все будет. Сейчас будет. Бывало хуже, поэтому поменьше сделаем. Так, четыре на четыре. Не торопимся, все, все, мы успеем. Так, два на два, все шикарно. Так, раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, девять, десять, двенадцать. Это наши будущие ручки-ножки. Мы их создали. Чтобы, а пока нормально все видно, цвета им задавайте сразу, чтобы вы различали. Я сделаю желтенькие, потому что мы что-то зеленые как-то не катят здесь, не знаю почему. А, они все такие, цвета какие-то грязные. Ну, ладно, ничего, ничего, главное, чтобы видно было. Но они все одинаковые, то есть их вы просто дублируете. Так, это пока отключаю. Значит, это еще не все, это еще не все. Вам сейчас нужно включить отображение границ. Для этого нажимаете клавишу F4, наверху клавиатуры, если что, слева. То есть, видите, отключаются границы. Задаете число сегментов по горизонтали. Видите, она разделяется на такие маленькие сегментики. Всего их должно быть четыре. По длине, как я понимаю. По ширине тоже четыре. По высоте двенадцать. Двенадцать. Отлично. Вот разделили на наши квадратики. То есть, идеально подходит для скинов. Скины здесь, как бы, можно разрезать в фотошопе скины. То есть, нарезать на кусочки и накладывать на эти 3D-объекты. Но я, как сказать, я сейчас буду делать человечка, которого, в принципе, нет в игре. Хотя давайте, в принципе, какой-нибудь скин наложим. Че париться? Наложим любой скин в фотошопе. Раз уж делать, делать все. Как делать, да. Значит, далее. Значит, это готово. Теперь берем головушку. Делаем ее на 8. Я бы сразу на 8 разделю. Отлично. Наша голова готова. Так, теперь. Делаем три копии вот этой штучки. Для этого зажимаем клавишу Shift и сдвинуть вбок там или влево. То есть, дублируем. Окей. Клавиша Shift еще раз показываем. То есть, говорю вернее. Так уж это двинул. Это ручки, ножки там и так далее. Чтобы выделить две сразу, зажимаем Ctrl и выделяем. Чтобы выделить, отменить выделение одной, нажимаем Alt, если что. Значит, сдвигаем их вверх. Пока неплохо получается. Давайте сразу сохранимся, потому что программа такая довольно... Назовем ее... Назовем ее... Стив. Насколько я знаю, все вот эти персонажи называются Стив. Пусть будет Стив. То есть, я создам своего заново персонажа. Скин будем накладывать потом в любой. То есть, в Photoshop есть, все хорошо. Значит, дальше вид сверху опять включаем. Вот. Это тоже сдвигаем вбок. Все это странно, что туда подключивает как-то мне не нравится все это. Ну, ладно. Ой, бывает, бывает. Значит, бокс опять выбираем. Теперь рисуем уже тело. Шириной оно, по-моему. Да, шириной оно, как голова. Посмотрю сейчас. Да, тоже восемь. Раз, два. Да, тоже восемь. Это я просто посмотрел, чтобы мне было понятней. Немножко подлагивает. То есть, по толщине оно как ноги примерно. То есть, как вот эти ножки, да, его. А, так. Раз, два, три, четыре. Вот. А по длине как уже, как, 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 как. Блин, это разделение сегмента меня просто убивает сейчас медленно. По высоте теперь. Раз, два, три, четыре, пять. А, делаю вот так сразу, чтобы они же одинаковые по высоте. То есть, вот наше тельце будущее. Его. Да? Да, идеально. Хорошо. Надо на сегментик вот только разделить по-другому немножко. Будет сейчас, чтобы... 12, что ли? Ну да. Все хорошо туда. Все идеально сделано. Как будто не квадратики, да? А, ну да, понятно, понятно. Почему туда? Погодите, что-то я туплю похоже. Нет, все правильно. Не, все правильно. Это просто искажает вид из перспективы. Мы сейчас находимся в виде перспективы. То есть, полное 3D. Не знаю, это изометрия, изометрия. Это немножко другое понятие. Но неважно. Вот, в итоге у нас есть, что у нас есть. Ручки, ножки все. И мы готовы уже к... Как сказать? К созданию тела. Значит, оно идеально находится по координатам 0,0. Вот это координаты внизу находится. X, Y, Z. Я хочу голову разместить там же примерно, чтобы... Ну, чтобы идеально было. Z. Произвольное я выставлю. То есть... Так вот, примерно. То есть, это наша будущая головка. Видите, она как положена. Кстати, очень похожа на крипера. Если кто-то заметит. То есть, без ручек, без ножек. Но это так. Нюанс такой маленький. Странно. А они все развернулись, похоже, да? Сейчас. Берем такой инструмент. То есть, позволяет поворачивать фигуры. И здесь она помогает уже вот эта штучка. То есть, фиксация угла. То есть, она позволяет по 5 градусов четко. То есть, недопроизвольный это угол. Там 22,5, к примеру, градуса. А вот четко 85, 80, 75. То есть, вот так вот. Очень четко разворачивать фигуры. Позволяет геометрические. Это хорошо. Эта серия, возможно, не для всех. То есть, я просто хотел поделиться, так сказать, небольшим своеобразным опытом. Возможно, кому-то это очень пригодится. Так, сейчас просто подвигаем ножки и ручки там в нужное место. Где они должны находиться. Разумеется, все сразу так не получится у нас с первого, как говорится, маха. Но, по крайней мере, чему-то мы не научимся. Странно, кстати, что она не по центру. А, ну да, логично, логично, логично. Все правильно. Так, вот наши тельцы. Вот ручки. Я, скорее всего, возьму базовый скин какой-нибудь. То есть, как это, цхар ПНГ. Буду его нарезать на кусочки и потом уже. Хотя мне, конечно, это очень неохота делать. Но, раз уж делать, давайте делать. Делать. Чтоб все были довольны. Так, ну, уже перемещу. Все, наши тельцы готовы, по сути, к работе. Сохраняю его. На этом, в принципе, базовая часть закончится. Давайте я покажу. Кнопочка Shift плюс Q. Это сделать картинку, то есть, рендер. Вот наши тельцы, то есть, наша фигурка уже готовая. Вы можете разворачивать ее, как хотите делать. То есть, у него пропорция сделана идеально. Идеально. Да. Нет, давайте я все-таки, я думаю, попиксельно буду редактировать. Хотя, как сказать... Ага, нашел изъян один. Тут явно что-то не так. Раз, два, три. Как будто что-то тут не так, да? 80 должно быть. Во. Вот теперь идеально. Все. Прошу прощения, это мой недочет был. Я же знал, что что-то тут не так. Значит, есть вариант. Варианты какие? Каждый из этих квадратиков закрашивать определенным цветом. То есть, по сути, рисовать скин прямо вот в этом 3D-редакторе. Можно накладывать нарезанные текстурки. То есть, давайте я вам покажу, как это делается. Это все для начинающих. То есть, никаких лишних функций я показывать не буду. Открываем Photoshop. Любой версии абсолютно. Можно даже Paint, насколько я знаю. Но я просто привык в Paint работать. Поэтому такие дела. Пусть открывается пока что. Я пока сейчас найду файлик, пока фотошоп открывается. Character PNG. Это базовый скин. И говорит, что ж такое-то. Базовый игровой скин. Он у меня находится в файле, когда запрятан. Так, текстуры. Steve PNG. Или Car PNG. Я не помню, как называется он. Вот он. Видите, да? То есть, человечек наш. Копировать на рабочий стол, вставить. Сука, всякая гадость. На рабочий стол, не мой ноутбук. То есть, я просто взял его для... Именно для... Да что такое-то? Ну, как говорится, бывает. Значит, вот наш фотошоп базовый. Открываем. Ctrl-O. Файл. Открыть. Открываем наш Car PNG. Character PNG. Нажимаем ОК. То есть, проблема вообще пока быть не должно. Никаких. Вот наш скин. Вот. То есть, полный Minecraft человечек. Давайте я покажу еще, что будет. Допустим, как вообще накладываются любые текстуры. Берете клавишу M, нажимаете. Открывается окно, так называемых, материалов. Материалы. Нажимаете клавишу вот такую. Это просто вы запоминаете, что нажимать и все. То есть, не спрашивайте, что мы выбираем. Так, еще раз. Блин. Материал выбираем. Нажимаем еще раз клавишу. Выбираем Bitmap. То есть, как сказать, текстуру. В общем, текстуру накладываем. Текстуру. Выбираем файлик текстуры. Может быть JPEG. Может быть BNG. То есть, где угодно. Я выбираю сейчас файлик текстуры свой. И смотри, что будет. Какая проблемка. Выбрали мой этот character. Видите, как он накладывается как-то. Ну, понятно, да? Что-то не то здесь. Если я выберу, все попробую. То есть, на этом все новички запарываются. Что-то тут не так вообще. Что-то не то. Я пытался. Я не знал, как это исправить. То есть, приходится все вручную делать, к сожалению. То есть, приходится нарезать текстурки по частям, по кусочкам. То есть, не из головы, вверх головы. Чем мы, собственно, сейчас и займемся. Так что, давайте берем эту фиговинку. Это верх головы, как я понимаю. Изображение нажимаем. Кадрировать. Прекрасно. Сохранить как? На рабочий стол. Назовем ее... Верх головы. Верх головы. PNG тоже сохраняем в формате PNG. Окей. Выбираем назад. То есть, полностью отменяем все действие произведенное. Выбираем низ головы. Сображение. Кадрировать. Сохранить. Низ головы. Низ головы. И вот только так. Да, я не вижу способа. Тот человек, что снимал такую же серию, но в программе Autodesk Maya, он делал абсолютно так же. То есть, вручную все это нарезал. Все дела. То есть, точно так же, по сути, получается. Да. Это назовем... На лево... Лево голови. Нет, право, право. Это, если прошу прощения, это право. То есть, относительно нас. Право. Да, насрать уж, извиняюсь. Просто... Я сейчас отснял просто серию Портала с Лешей. Поэтому немножечко уже, как сказать, запаренный. Это будет просто центр головы. Центр голови. Сохранить на рабочий стол. Хорошо. Сохраняется ведь все, да? Хорошо, сохраняется. Это у нас уже лево голови. В принципе, не так уж и много. Я, возможно, это вырежу из записи. Лево. Хотя, навряд ли. Голови. Сохранить. ПНГ на рабочий стол. Хорошо. И зад головы. Ой, блин, что я наделал? Что я наделал? Прошу прощения. Правда. Душевно. Простите меня. Я это случайно сделал. Я не обрезал изображение. Изображение кадрировать. Вот, блин. Вот, убег, живи, бег учись, да? Центр голови. То есть, по-новой придется сохранять. Но ничего, ничего, ничего страшного. Сейчас. Я быстро. А, изображение опять кадриживать. Ладно, нормально. Лево голови. Ви. То есть, мы просто название делаем исключительно для себя. Называйте, как хотите их, абсолютно. Разумеется, у вас должны быть некие базовые навыки владения фотошопом или любой аналогичной программой. Это что, у нас зад головы? Да. Без ошибки, неважно. Это исключительно для вас вы называете. Так, это что такое у нас? Это, как я понимаю, верх ноги. Хорошо. Лучше тело. Ладно, по порядку давайте слева. Это, как я понимаю, лево ноги. Ну и право ноги, там по аналогии, да? Абсолютно. Лево, право ноги. Хорошо. Изображение кадрировать. То есть, мы обрезаем изображение. Это право ноги. Право ноги. Сохранить на рабочий стол. К сожалению, очень много файлов получается, но без этого, я думаю, никак. Опять вот, 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 чуть не напоролся. Просто помни, помни постоянно. Центр ноги. И скажу еще кое-что. Почему я пишу все это по-английски? Потому что все 3ds Max, по-моему, без русификатора, а у меня без русификатора, они плохо работают с русским языком. Вообще не дружат. Возможно, в новых версиях это исправили, в новых версиях. Но я просто предпочитаю... Леву ноги. Да что такое подсказывает? Я предпочитаю именно 2011 версию, потому что она мне лично понятнее. Она дружелюбная. То есть, она и то относительно. Это зад ноги, как я понимаю, да? Да. А почему, интересно, зад не здесь? Хорошо, все, не парю. Комни 6s, зад ноги, зад ноги, сохранить, окей. Так, зад ноги есть, верх ноги и низ ноги еще. Почти половину уже сделали, так что хорошо, верх ноги. То есть, вручную все, нарезаем каждую текстурку. С любым текстурпаком... Ой, какой текстурпаком, боже. Если вы скачиваете любой скин, точно так же абсолютно делайте. С любым скином абсолютно. Низ-минус, что это, конечно, довольно трудно все это. И вы на это потратите довольно много времени. Ну, как я сейчас, собственно, да? Низ ноги. Ой, сейчас наконец-то идут руки. Или-то не руки. А, это лево... Это право тело. Обалдеть. Ладно, common shift, common shift, с... Право... Тело. Право тело. Все названия, еще раз повторяю, любые. Центр тела. Центр тела. Интересно, почему все время предлагают? Вот какой-то фотошоп тоже, блин. Не люблю такие вещи. Это лево тело. Которировать. Шифт-с. Довольно нудное занятие, кстати, надо. Ну, лево тело. Вообще так забавно, конечно, наблюдать за самим собой. Вот, как только начался развиваться канал. То есть, буквально я начал снимать свои первые видео. То есть, постепенно становишься все менее и менее таким зажатым. Все более раскрепощенным. Зад тело. Кстати, а зад тело, да. Ну ладно. Зад тело. Так, а это что такое, интересно? Вот это что такое? Любопытно. А! Ладно, потом. Так, это верх. Блин, так, тихо-тихо-тихо. Верх тела. Походу ты... А, это не из тела, подида. Это не из тела. Понятно. Это вверх тела. Кстати, если вы берете какой-то текстурбак, вам нужно знать, где что располагается под текстурбак. Опять говорю, берете какой-то скин, вам нужно знать, где что находится. То есть, где какая часть тела. Потому что здесь еще более-менее понятно, да. Ну что-то стандартное вроде как. То есть, вы знаете, как выглядит этот базовый стив. Бывает такие скины, допустим, полосу черного цвета. Низ тела. Полосу черного цвета. То есть, довольно сложно понять, где что находится. Так, низ тела. Последнее стало, слава богу. Правой руки. Руки все одинаковые, естественно. Изображение, который идет я, скорее всего. Ладно, потом покажу, что я сделаю. Браво. Я, кстати, вам скину эти, вот, я вам скину файлик, эти текстурки. То есть, то, что сейчас я нарезал, что вы просто могли это скачать и сами не заморачивались. Вот на весь этот бред. Ну, вы видите, да, просто сколько временно это убиваешь. И не сказать, что это... Так, кадрировать. Это, видимо, центр руки, да? Наверное. Ну, не важно. Центр руки. В любом случае, все это поменять местами потом сто раз еще можно будет, да? То есть, ничего страшного. Это уже левые руки. Лево руки. Так, лево руки. Прекрасно. Сохранили. И зад руки. Верх и низ руки еще остались. Изображение кадрировать. Зад руки. Верх руки. Верх руки. Жалко, что нет быстрой клавиши на кнопку кадрировать. Это гораздо быстрее было у меня. Верх руки. Очень много файлов в PNG. Мне лично это просто противно. Так. Сображение кадрировать. Фу, слава богу. Последнее изображение. Руки. Не знаю, возможно, я это уберу просто из видео. То есть, как бы то ни было, мы сейчас все нарезали. А вот эти материалы давайте в верхний ряду ставим для ненужности. Значит, что вообще такое? Что дальше происходит? Создаем отдельную какую-нибудь... Видите, сколько файлик? Создаете папочку. Допустим, назовем ее текстурез. Текст... Понятно. Текстурез. То есть, текстуры в английский. Если кто не знает. Так. Все файлики вот нарезанные, да? То есть, только-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что. Заговариваюсь. То есть, что только-что я нарезал сюда. И к harpa.ng заодно вам сюда скину тоже. Чтобы было. Было, в общем, было. Вот наши текстуры прекрасные. Крайне советую сохранить сейчас файлик прямо на рабочий стол. В принципе, пусть пока здесь будет. Ладно, потом вам скину его. Значит, открывайте окно материалов. Клавиша M английская по умолчанию. Как-то можно покрупнее сделать. Чтобы было больше материалов. Нет, жалко, нельзя. Жалко, жалко. Хорошо. Теперь берем что? Берем отдельную взятую, допустим, руку. Начнем с руки. Вам нужно что-то сделать. Кстати, зря я переводил, видимо, вот эти квадратики. Неважно. Ладно. Берем ручку, руку. Правую кнопку мыши. Подкликаем конверт, то есть конвертировать в editable poly. Мы переконвертировали эту руку в изредактированную, редактированную, его могу объекта 3D в так называемую полигональную модель, что ли. То есть вы можете выбирать отдельно. Отдельные квадратики. Для этого берем плюсик, полигон. Это называется полигон, это эти квадратики. Все, не знаю, то есть можно их выбирать отдельно. Выбираем все полигоны. Где тут вид слева-то? Это что ли вид слева? Да. Все полигоны выбираем. Виды слева. Ага. Спасибо большое, что мне сверху выделил. То есть я все это ручную сделаю. Ах, все, окей, ничего лишнего не выделено. Проверка, проверка, проверка. Хорошо, мы выделили всю левую часть руки. Ой, это правая, по идее. То есть для нас это правая, по идее, часть. Да, вот видите, как плохо все это делать. Плохо, плохо. Выберем этот материал, чтобы просто не занимать место. Вот первые три, вот это раз, два, три. Не обращаем на них внимания, потому что, по-моему, я их занимал. Хотя нет, это просто еще. Нажимаем вот эту кнопку. Нажимаем текстуру. Выбираем с нашего рабочего стола. То есть на моем рабочем столе. Сколько всякого лишнего говна. Простите, простите. Текстуры. Выбираем правой руки. Право, право, право. Так где, господи, право руки-то? Право ноги, право головы. Право руки. Хорошо. Нажимаем кнопку. Я только нажимаем кнопку. Просто я не знаю, что они означают. Я просто тоже смотрел по видео. Но, во всяком случае, все это работает. То есть текстуры должны были примениться сюда. Смотрите, странно. А что такое? А что такое-то? А, все, все, все окей. Все, прошу прощения. Все окей. Все прекрасно. Ctrl-Z. Ctrl-Shield-Z. Ctrl-Y. Блин, да что ж такое-то? И выбираете вот здесь одну кнопочку. Есть очень важная кнопка. Здесь есть фильтрация known. Почему я это сделал? Смотрите. Нажимаем render. То есть создать картинку из изображения. Сейчас у нас как положено. Все как по идее. То есть нормальный стив такой. А было по умолчанию вот так. Смотрите, что сейчас будет. Будет размытое изображение. Я с этим долго парился, пока случайно не нашел эту кнопочку. Фильтрация. То есть отключить фильтрацию текстур. Это очень важно. Запомните это. Значит, дальше. Выбираем. Центр руки теперь. Где-то моя прелесть. Полигоны. Выбираем центральную часть. То есть перед, 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 перед. Ну что ж такое-то. Прям скачет все, рвется во все стороны. Прям ни вздохнуть, ни пьернуть, как говорится. Да. Даем ей новую текстуру. Это называется центр руки. Центр руки. Применить. Применить. Фильтрация нет. Хорошо. Фильтрации нет. Прекрасно. И далее. То же самое полигоны. Только уже вид с другого, как говорится, лева. Это как в анекдоте. Так, ладно. Выбрали всю эту фигуринку. Отменяем все остальные, кроме левой части. Это у нас будет, допустим, левая рука. Назову ее тальто левой руки. То есть мы просто задаем каждому из этих квадратиков, то есть всем этим квадратикам, такую-то текстурку. Левая рука. Прекрасно. Фильтрации нет. Хорошо. И последний, финальный штрих. А, еще зад руки, вверх руки. Боже, боже ты мой. Куда? Чего я вообще с этим связался? Я просто захотел снять эту серию, потому что многие хотят, правда. Многие желают, а просто не знают, как это сделать. Спрашивают, допустим, в тех же группах ВКонтакте, как все это делается. А сейчас покажу. Это у нас зад руки. Эта серия долгая. То есть вы не удивляйтесь. Все-все такие вещи делаются очень долго и очень удобно. Поэтому, если такая работа не по вам, ну, что поделать? Либо так, либо никак, как говорится. Такие дела. Так, выбрали верх. Сейчас работа будет быстрее уже постепенно. Я насомочился. Так, верх руки. Верх руки ПНГ. Так, так, фильтрации нет. Хорошо. Единственное, что вот не запомнить, где что находится, к сожалению. Хотя, погоди-ка. Нет, не написано. Жалко. Вот у нас одна рука готова. То есть полностью готова рука. А, погоди, а низ руки. Низ еще руки. Да, низ руки. Не ловите, а какой бред. Ладно. Низ руки. Эта рука еще не готова, не готова. Да, низ руки еще. Так, низ. Низ руки. Тын-тын. Правильно, да, все сделал? Все хорошо, идеально. Фильтрации нет, фильтрации нет. Все время забываю эту кнопку нажимать. Все, сохраняемся обязательно. 3D Max, потому что такая программа довольно-таки, ну, ключная, что ли, в этом плане. Так, выбираем обычный вид. Это мы удаляем, потому что сейчас что мы сделаем? Мы берем эту фиговинку. Нажимаем кнопочку, запомните, кстати, очень полезная функция. Называется Mirror, то есть отразить зеркально. Так, по оси X отразить. Вот X, вот ось X, по ней надо отобразить. Отразить. То есть X, так, не понял. Так, все правильно. Теперь выделяем снова, прошу прощения, эта мышка мой за тумбл был. Я копию убрал, копию. Отразить по оси X. То есть мы в копию отразили, то есть создали копию руки, но уже отражен. То есть вот у нас такой человечек. Смотрим, как получается. Просто так, предпросмотр. Идеально, идеально. Вот у нас человечек уже. Давайте с головы, потому что всем охота увидеть личика его. Прелестное. Боюсь, материалов не хватит на все вот эти, не из-за руки. Ну, смотрите, сколько, да? Обалдеть просто. Это чуть-чуть за дела такие вообще. Не знаю, просто не знаю. Сейчас все сделаем, ничего, не волнуйтесь, все будет окей. Опять-таки, да что такое? Конверт to editable poly. Полигон. Выделение, то есть полигонов. Выделяем перед ему, перед головы. И убираем все, кроме переда. Материал. Карта перед головы. Полно его называется, да? Или центр головы. Центр головы. Стив, Стив, Стив. Вот он появился, ваш любимый. Ваш обожаемый Стив. Так, далее что? Да, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Все делаем постепенно, постепенно. Право головы. Материал. Я не знаю, как расширить это количество материалов здесь, потому что, ну блин, что это за дела такие? Право головы. Ну, такое чувство просто, что не хватит их. Очень нехорошее чувство. Ну ладно, в любом случае, право головы есть. Так, дальше что? Выделяем опять сбоку его. Уже теперь будет лево головы. Материалы. Здесь будет лево головы. Можно, в принципе, они же одинаковые, можно было бы сдублировать их. Да ладно. Неважно. Пусть будет лево головы. Будет все как положено. Лево головы. Вверх головы, зад головы. Так. Выделяем верх. Выделяем все, кроме верха. Блин, надо было еще зад сделать. Ну ладно. Вверх головы. Возможно, что-то дело не по порядку, поэтому... Ну какая разница? Тут уже просто настолько, как сказать, называется дилетантский метод. То есть, все вручную, все обалденно. Возможно, у меня сейчас какие-то профессиональные 3D-максеры, то есть люди, которые профессионально этим занимаются, просто обсмеют нафиг, скажут, что ты творишь, что ты людям за бред показываешь. Я показываю это для тех, кто вообще не знаком с этой программой. То есть, просто пусть, чтобы они повторяли чисто за мной. Так. Зад головы. Зад головы. Фильтрации нет. Ну и наконец-то. Кстати, низ головы делать не обязательно, но я уж... Раз уж я уж, то я уж сделаю уж. Так, материалы. Возможно, их хватит. Нет, не хватит, не хватит количества материалов. Блин, не знаю, что делать теперь. Буду думать. Так, это будет низ головы. Где-то я похожее видел уже, что похожее видео, но... Как назначить несколько материалов? Что-то, видимо, я пропустил немного ушей. Так, отлично, давайте сделаем картинку у нас готовую. Так, фильтрации на... Вижу уже. Фильтрации нет. Фильтрации нет, везде фильтрации нет, да? Хорошо. Видели, да, что картинка сбоку размахдэм получилась? Ну, что поделать? Живем и учимся. Век же век учись, опять-таки. То же самое сохраняемся. То же самое проделываем с телом. Странно, что сейчас... Блин, 12 фпс, что это такое? Подвисло, что ли, все? Смотрите-ка, точно. Нет, нет, развисло. Хорошо. А, понятно. Компьютеры выйдет DoublePoly. Так. Полигоны, полигоны. Убираем тело ему. Да давайте я быстро все сделаю, чтобы не париться даже. Так, чтобы побыстрее будет. Так, перед тело. Перед тело. Погоди, это что такое у нас? Какого черта? Это перед телом должно быть. Странно, какой-то глюк похожий был. То есть назначилась текстура. Все окей? Все окей, слава богу. Я думал, что-то... Все хорошо, все хорошо, да? Бывает, что-то... Как будто текстура была уже на этой ячейке забита. Странно. Все окей? Ага, смотрите-ка точно. Reset. Странно, слушайте, правило. Натурально странно. Перед тело. Я вроде все сделал, как надо почему-то не... Ой, что ж такое-то? Ладно. Блин. Блин, 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 блин. Опять выделяемся. Выделили всю эту штучку. Выделили. Ну, что, бывает, бывает. Я сам такой человек довольно-таки... Так, битмап. Перед тело. Что-то парится с этим передом тела, он странно. То есть, я просто говорю, что если у вас такой же бред будет, так, где перед-то уже? Ну, давай, ищи. Перед тело. Право, право, право. Почему? Где буква П вообще? А, центр тела. Чего я туплю, а? Чего творится со мной? Вот что это такое? Почему какой-то материал странный? Фильтрации нет. Какой-то он матери... Почему-то он получился белым, да? Ну, вы видите, да, что происходит? Понятия не имею, что это значит вообще. Ага. А так... Пошел он с жопой, короче, этот слот. Я не буду вообще трогать его тогда. Что ж, мне так не везет-то на съемку видео именно? О, господи. Короче, смотрите, видите, вот этот слот почему-то у нас заглючило. Не знаю почему. 3D Max такой, да? То есть, если вы случайно что-то лишнее выберете, он у вас потом не будет уже работать нормально. Надо потом сбросить все это будет к черту, потому что, ну, вы видите, да, какой бред происходит. Куда ты брешь, а? Что ты делаешь? Битмап. Это у нас что? А мы не выделили еще. Ну, пусть будет, пусть будет лево тело. Нет, право тело. Право, право, право. У меня просто жарко. Такая жара, вы просто не представляете, как оно сейчас тут творится. Я в Питере живу. Обалдеть. Вообще, кстати, довольно забавно так сидеть среди ночи, что-то делать, да? Разговариваешь сам с тобой. Это хорошо? Душевно. Душевно. Погодите. Вот какого черта происходит вообще? Что тут сбрасывается? А, нет, все окей. Прошу прощения, все окей, все в порядке. Странно, как-то сбросилось. Ой, ладно. Мне кажется, понял, что сейчас произошло. Произошла очень, очень нехорошая вещь. Да. Все окей, проверим еще раз. Так, все окей, хорошо. Сбоку ничего нет, с боков тоже ничего нет. О, господи, что же мне все это? Приходится заново. Снова выделяем, то есть, всю фигурку, все полигонные фигурки. Отменяем все, кроме бокового. Делаем. Право тело. Так, право. Ой, право тело. Право, 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 право тело. Так, так. Точно все окей. Все, наконец-то все окей. И, кстати, предлагаю вам, чтобы вы не заморачивались, применить право тело на то же лево. Они же одинаковые, все равно почти что. Ну, давайте, я сделаю все как положено, но просто учите, что они одинаковые примерно. То есть, можно сделать и... Просто сделать дубликат. Лево, право, но не важно. Пусть будет лево тело. Здесь хорошо. Хотя, мои, может, различаются. Ага. А, нет, все правильно. Все правильно. Так, выделяем эту фигурку. Убираем все лишнее. А, мы сейчас выделили зад. Это будет зад тело. Можете, кстати, низ тела вообще не делать. Абсолютно. Это абсолютно необязательно. То есть, если зад... Где зад тело-то? Вот. Зад тело готов. Блин, опять фильтрацию забываю ставить. Фильтрации нет, фильтрации нет, фильтрации нет. Фильтрации нет. Хорошо. Так, теперь надо сделать верх тела. То есть, выделяем все, кроме верхних этих полигонов. Верх тела, низ тела. Блин, не хватит ячеек, а. Вот что за позор такой. Ведь мап... Верх тела. Найдено. Верх тела и низ тела. Теперь выделяем. Убираем все лишнее, кроме низа. Материалы. Берем текстуру низа тела. То есть, я просто повторяю все действия абсолютно, что... Ох, как же жарко. Может, я просто пить хочу, не знаю. Надо обязательно сейчас что-нибудь. Никакого минералия дома. Ничего нет вообще. Бомжара какой-то. Живу. Ну ладно. Все окей теперь. То есть, вот он наш стивик. Стивятина. Фильтрации... Опять фильтрацию забываю. Так, тихо, тихо, тихо. Хорошо. Так, возможно, как раз-таки на одну ногу хватит. Вы не представляете, как мне повезло. Хватило ячейк на одну ногу. То есть, как раз для всех новичков. Все новички сейчас... Знаю. Вам, конечно, пофиг, но я просто ликую. Опять конверт, то и где-то был. Не хватит, сынок, для низа. Боже ж ты мой, а вот на что мне это говно, а? Хорошо, полигон. Не хватит, мне нужно еще две ячейки свободно ходить. Потом посмотрим. А вот как раз, в принципе, две первых есть. Так, выделяем верх ноги. Хочу верх ноги. Выделяем все, кроме верха ноги. Накладываем текстуру верха ноги. То есть, по сути, сейчас все готово уже. Я надеюсь, вы еще не задолбались это смотреть, потому что я лично уже задолбался. Но это нужно. Нужно знать. Тем, кто хочет заниматься подобными вещами. Поэтому давайте. Это верх ноги, это низ ноги сейчас будет. Низ ноги. Низ, 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 низ ноги. Хорошо. Кстати, бывают, ноги, насколько я знаю, бывают тоже разношерстные в разных текстурах. Чего, лево-право ноги еще остались. Давайте перед ноги сделаем. Материал. Будет перед ноги. Перед ноги. Перед ноги. Перед ноги. Да где он, блин, господи. Совсем уже что-то. А центр ноги, простите. Надо было не центр называть, конечно. Как-нибудь. И как-нибудь по-иному. Потому что, ну, фильтрации нет. Фильтрации нет. Хорошо. Лево-право ноги опять. По старой методике уже стандартно абсолютно. То есть, ага. Это будет право ноги. Право ноги. То есть, мы... Вот эти две кнопочки применяют... Написано. Assign material to selection. Применить материал к выделению. А это показать карту выделения в этом viewport. И в viewport это вот и называются вот эти виды. О как, понял, понял теперь, чего такое это. То есть, для чего все это делается. Блин, они же абсолютно идентичны. Возможно, мне удастся применить... Ладно, сейчас попробуем. Применить лево ноги к право ноги. То есть, посмотрим. Да, да, получилось. А, нифига не получилось. Ладно, отмена действия. Так, вот я хочу вместо этого материала. Битмап. Это у нас будет первый материал. Ну, простите, что так не по порядку все это. Но зато это будет нормально. Это будет лево ноги у нас. Клмн лево ноги. Блин, блин! Лево ноги. Лево ноги. Слава богу, хоть одна текстура применилась нормально. Так. И последний, последний, финальнейший штрих. Это зад ноги. Финал. Все. Возрадуйтесь. Возрадуйтесь, народ Египта. Это как из фильма. Вспомнил в детстве. Смотрел хороший фильм. Очень озереснуло. Если кто знает, наш русский, кстати. Так, зад ноги. Все-таки у нас тоже умели снимать. Умели снимать, ну блин. Зад ноги. Сейчас какая-то хрень пошла. Все эти новомодные закусы под американцев. Ну ладно, опять меня не туда несет, чертов политик малолетний. Так, и это уже отражаем без копий по UCX. Все, короче. Короче, у нас готов наш Стив. Давайте сейчас выровняю его идеально. Сохраняемся. Все, Стив готов. Вы видите, да, сколько мы время на это потратили? Я не представляю, сколько сейчас эта серия шла по времени. Честно говоря, я представлять не хочу. Да, потому что, ну блин, ну потому что. Что это за дела такие? Ну, потому что, блин, во-первых, 3D Max такой, как бы, довольно-таки сложная программа именно с войны. А, еще скажу такое замечание. Майя, где делал другой человек, это похожие видео, да? Если кто работает с ней, как это совет новичкам такой. Майя менее дружелюбна к новичкам. То есть, лучше начинать изучение именно с 3D Max или Cinema 4D. Они более дружественны просто. Но, но, если вы профессионал, Майя для вас. Потому что, потому что гораздо больше, более такой, более широкий функционал. То есть, она более стабильна, более надежна. У меня вот просто, к примеру, Майя не вылетала ни разу вообще. То есть, ни одного раза. Но, с другой стороны, 3D Max, он, просто в нем проще работать. В нем понятно работать. Ему просто обучаться. Ну, вообще, каждый выбирает свое, по-моему, то есть, на мой взгляд. Но, примите к сведению просто. Так, Стив готов. Пожалуйста, вот он. Еще один нюанс. Видите такую кнопочку, да? Это передвигает, так, как это объяснить? Передвигает вот эту перемещалку в любое место фигуры. Смотрите, нажимаем Affect Pivot Only и позволяет перемещать фигурку. То есть, где будет основа, основа вот этой штуки. Основа вот этой вот штуки, которая перемещает фигуру. То есть, опорная точка, называйте как угодно. Я почему перемещаюсь сюда, сейчас увидите. Потому что, когда вы будете поворачивать, допустим, руки, то есть, чтобы руки двигались, да, они будут крутиться относительно вот этих точек опорных. Смотрите. То есть, допустим, я сейчас выберу, да, фигурку, да, то есть, поворачиваю руку. Она будет вот так вращаться нормально сюда, то есть, как положено. Выберу ногу. Она будет вращаться, видите, от опорной точки. Опорная точка находится внизу здесь. То есть, нужно просто переместить их к тем местам, где у вас, собственно, будут располагаться сами эти... Ну, короче, точки вращения. Я их называю точки вращения, потому что для другого я их не использую. Да, никто не использует, я думаю. Так. Просто перемещаете ее нормально, так нормально, все хорошо. Очень долгая серия получилась и довольно-таки сама по себе нудная. Вот. Возможно, я из нее что-то вырежу, возможно, я выложу ее полностью, потому что все должны это просто видеть. То есть, насколько это просто адский труд. Именно в плане... Так, тело должно поворачиваться, насколько я знаю, около ног. Голова должна поворачиваться около тела. Хорошо, все идеально. Стив наш готов к работе. Но! Это не все. Как сделать так, чтобы руки сгибались в локтях, примерно? То есть, это базовый Стив, все прекрасно. Как сделать так, чтобы руки сгибались в локтях? Для этого идем в инструменты, то есть, стандартные места, стандартный набор инструментов. Системные инструменты. Кости, bones, кости. Это позволяет рисовать так называемые кости. Благодаря которым будут сгибаться руки. Допустим, я ее сейчас рисую так. Строго по центру так. Это наша будущая кость. То есть, видите, что произошло? Мы в руку, по сути, внутрь ее вставили кость. Вот она. Вот так, вид спереди, чтобы лучше было всем видно. Вот она наша косточка. Прекрасная косточка, надо сказать. Погодите-ка. Я вижу что-то нехорошее. Давайте заново нарисую ее, чтобы еще раз было. Заодно я ее покажу вам еще раз. Лучше рисовать чуть выше, чтобы просто было лучше видно. Так. Прекрасно. Косточка готова. Теперь вам надо косточки сдублировать на руки, ноги. То есть, всего их должно быть 4 штуки. Ну как 4? Самих костей больше, но таких базовых систем 4 штуки. И вот как. Копи. Просто скопировали, вставили, и все, без проблем. Так, для ног лучше нарисуй. А хотя они одинаковые же, что какая разница? В принципе, просто взяли, да вставили, да? Без проблем. Лучше вставляйте их просто строго внутрь. Ну, потому что так лучше будет именно для... Для... Для будет лучше, в общем. То есть, внутрь самих частей тела. Вот наши косточки готовые. Прекрасно. Я делаю простейшего стилы, то есть там без... Без моргающих глазок. Во-первых, я это делать не очень-то умею. Моргающие глазки. А во-вторых, ну просто кому-то надо все. Значит, здесь в чем мы делаем? Чтобы руки сгибались, нужно что? Переходим в эту вкладку. То есть, где у нас где-то было поле, были полигоны, выбирали. Лист модификаторов. Модифайр лист или модифир. Выбираем модификаторы. Это модификаторы называется. Скин. То есть, кожа. То есть, превращаем нашу руку в кожу. В эту кожу надо добавить кости, которые будут управляться... Которые будут управлять, собственно, этой кожей. Вот как. То есть, кости. Смотрим название кости. К примеру, да? Называется Bon04 и там по нарастающей Bon05, Bon06. То есть, смотрим. Добавляем Bon04, Bon05, Bon06. Три косточки. Смотрите, что произойдет, когда я выберу эту косточку, собственно. Буду ее сгибать. Смотрите, что будет. Ага. Не поняла. Не поняла. Минуточку. Простите, прошу прощения. Что тут не то? Не понял что-то. А что такое-то? А-а-а. Конверт то, где-то был поле. А, ну и так поле. Че я парюсь-то? О, боже, отмена. Отмена. Модификатор скин. Ремуф. Что-то не то, слушайте. Народ, а что такое-то? Я взирая лично все проверял. Все работало. Bon06. Bon05. Bon04. Прекрасно все должно работать. Косточки добавить. Select. Все прекрасно. Че, че не так-то? По идее, когда эти косточки двигают, должна вращаться рука. Но почему-то вращаются кости сами. Кто мне объяснит вообще, что не так здесь? Я вчера лично все это делал и все работало. Вот что здесь не так? Давайте отодвинем руку, чтобы было лучше видно. О, наши косточки. Давайте разбираться. То есть, какие ошибки могут, какие проблемы могут встретиться на пути новичков? С тех же, к примеру. Да что такое? Вид не тот. Все не то. Не знаю, может... Погодите, кости-то есть? Да, вот они, вон они, кости. Какого черта? Почему? Что не так-то? Модификатор скин. Боже, что я. Я просто... Меня это убивает. Давайте сохранимся тогда. Создадим новый документ. Смотрите, просто покажу, как все это работает. Элементарнейший квадратик. Создадим тоже. Просто простейший. Неважно, какой там. Неважно, какого размера. Стандарт-бокс. Неважно, какой высоты там. Не имеет значения ни малейшего. Так. Кости. Боунс. Тык-тык-тык-тык. Допустим, это наша рука, да? Я на скорую руку все это делаю. Да что такое? Да блин, уйдите. Так. Конверт-тоид-дополе. Модификатор скин. То есть, делаем абсолютно тоже те же действия, что и там. Почему-то там не работает. Вот какого черта? Вот мне кто скажет. Понятия не имею, честно. Select. Вот здесь работает. Вот видите, что происходит, да? То есть, двигаю косточку. И двигается сама, собственно, рука. Ну, типа лапка. Лапка его. То есть, в локте сгибается, да? То есть, ну так. Довольно примитивно сгибается. Но, по крайней мере, все это работает, как положено. То есть, он наш сгиб в локте. Давайте открываем тогда, как он назывался-то, мне Стив Макс. Не сохранять здесь изменений никаких. Очень странно, да? Вот, вы заметите. Вот что это за бред такой? Как вот, что не так? Вот что тут? Что тут? Как тут жить? Что тут делать? Как тут жить? Давайте попробуем вручную добавить эти кости. Удалить. Все кости удалим полностью. Да что такое? Блин, проще всего выделить его и просто отменить части тела. Потому что это слишком заморочено каждую кость отменять. То есть, удалить. Давайте снова создадим. Вот что это такое? Кто мне объяснит? Что это за 3D Max? Что за программа такая, которая настолько просто нелогична? Но, с другой стороны, вы понимаете, что остальные программы еще более нелогичны по своей природе. Вот, а, здесь нет модификатора скин. Ну, понятно. Где скин-то? Скин. Добавить. Будет, не будет? Вот честно, вот честно, такой вопрос. Я не знаю. Должно быть. Во! В кои-то веке заработало. То есть, видите, в локте сгибается. Все хорошо. Не трогаю остальное. Не трогаю. Все хорошо. Блин, вот что было? В прошлый раз. Вот кто мне объяснит? Возможно, в комментариях кто-то напишет, разбирающийся. Что это мне так сделал? Как вот снимать серии для YouTube, которые, по сути, модификатор скин тоже. Здесь добавляем уже 4 кости следующие, то есть 4, 5, 6, соответственно. Работает. Вот, а в этом не работает. Пу, блин. Блин, блин. Вот что это такое? Давайте я удалю всю эту пробу полностью руку, потому что я не знаю, как тут жить. Что тут жить? Что мне делать, как мне жить? Удалил руку просто, взял, блин, скопировал ее. Руку. Так, окей. И мирр по оси X без копий. Офигеть. Сбилась точка. Ну, понятно, почему. Потому что я отражение сделал. Но все это очень крайне. Такая крайне неприятная процедура. Давайте-то вручную эти кости рисовать хорошо. Они меня вынудили. Пожалуйста. Мне не сложно. Так. Блин, а тут модификатор скин уже стоит, чертов. Минутку. Не понял я что-то. А где рука? Вот же ты мой. А что происходит-то здесь вообще? Ой, ребята. Что за бред какой-то. Ой, ладно, ладно. Так, хорошо. Скопировали эту хрень. Делаем так. Нормально все отображается? Проверю просто рендер сделаю. Да, все окей. Потому что у меня какой-то странно, нехорошее предчувствие. На, почему-то. Давайте сделаем еще один рендер. Просто посмотрите, потому что какой-то странно. Как будто накривая какая-то рука, да? Вы видите, да? Она накривая какая-то. Что за... Че? Ребята, боже мой, а? Переснимать что ли серию? Вот не хочу, вот убейте. Потому что все это настолько запарно. Открыл снова эту модельку свою заново. Проверяю. Все окей. Другое дело совсем, конечно. Так, давайте снова рисуем кости. Последний раз я это делаю. Иначе я, возможно, просто уберу эту запись. Так, блин, удаляйся, удаляйся. Противные кости. Удаляйтесь. Блин, как так играть вообще? Как так жить? Здесь работает? Здесь тоже не работает ни хрена. Кости, кости, похоже, какие-то глючные, да, попались? Хотя такого быть по идее не может. Ну, давайте рисуем снова. Боже, какая-то попытка. Какая? Я не помню. Но явно не первая. Ой. Да, насколько запарно. Я представляю, как вот люди, трудящиеся на мультипликационных студиях, да, вот сколько они труда просто вкладывают. Вот и вот труд такой, надо сказать, неблагодарный, по сути, получает. Так, 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 пока помню, пока помню. Это мы удаляем. Пока нет модификаторов никаких. Просто дублируем ее сюда, сюда, сюда. Отражаем по оси X. Прекрасно. Теперь я делал модификатор скин. Это дело для того, чтобы модификатор не применялся, как бы на один и тот же модификатор не применялся на каждый из рук, там, ног. Да что такое? Ты пусть ты будешь выделять. Ладно. Кости добавить. Ага. Ничего будет, не будет. Вот, наконец-то. А так. Это проверка на шилости вот такая. То есть, видите, мы управляем костями, одновременно управляем с самой рукой. То есть, все очень логично продумано. Ну, в чисто техническом плане. Так. Вот за это, конечно, за кости, за изобретение костей, вот кому-то жирный плюс. Жирное спасибо. Но... Программистам 3D Max. Вообще, говорят, вышла новая версия в 2012-м или какая? 3D Max от того же. Говорят, она очень дружелюбная. То есть... Ну, вообще, то есть, проблем не возникает у новичков, там, ни у каких, ни у кого не возникает проблем. То есть, все люди прекрасно с ней работают. И... И все в порядке. Давайте, еще рисуем кости тогда. Это какая будет тогда? 7, 8, 9 кости для ног. Я, видите, я для чего на каратики нарезал? Чтобы можно было легко двигать ручки, там, на локтях сгибать, да? То есть, поэтому... Ну, и плюс можно рисовать собственные скины прямо в самом 3D. Да что такое-то? Уделяю уже. Так. Все, мы подходим к концу. Буквально финал уже. Я не знаю, сколько эта серия по времени будет занимать. Я не думаю, что очень мало. Не думаю, что мало. Потому что... Потому что... Все работает. Рисуем вот такие кости. Надеюсь, они внутри. Да, внутри. Возможно, кости немножко несимметричны будут. Это я просто делаю на скорую руку, чтобы вам просто показать. Естественно, ссылки для загрузки будут под описанием к видео. То есть, в сети файлы 3D Max, не Max. Да блин, куда я иду вообще? Матификатор скину. Ну, видите, да, уже просто парюсь. Потому что... Ну, вот такие вещи, они, как говорится, выжигают мозги. Цитата. Догадайтесь, откуда? Все. Все, мы завершили. Сохранится. То есть, теперь вы можете брать вашу руку. Допустим, лучше предлагаю брать сразу кости. То есть, брать управление костями. Вращать вашу ручку там, допустим. Здесь нет отверстия для кирки вот в этом месте в руке. И слава богу, потому что я не фанат таких модификаций персонажа. То есть, должно все быть, как в настоящем Майнкрафте. Единственное, вот локти допускают сгибы в локтях. Все. По сути, финал уже. Мы сделали, что хотели. Прекрасно все выглядит. А, единственное такое, но... Сейчас я руку подвину в бок. Давайте срендерим картинку. Сделаем какую-нибудь хорошенькую. Как все это выглядит. Прекрасно, прекрасно. Так, сейчас меняю все действия, чтобы анимация вам избивалась. Если кто-то будет использовать именно мою модель конкретную. То есть, кому-то, может, не хочется делать свою. Я понимаю, почему не хочется. Видно, насколько это просто адский труд сохранился. Давайте я вам покажу кое-что еще, чтобы... Это в плане новичков. Создаем plane. То есть, plane это поверхность. То есть, горизонтальная большая поверхность. Вот она, plane поверхность наша. Квадратик на квадратике можно не разбивать, потому что нам это не надо. Цвета нам может быть любого. То есть, мы создали большую поверхность. Блин, все текстуры-то заняты уже. Так, ладно. Отмена, отмена всех действий. Давайте тогда я... Сохраняю все вот это, да? Сохранили. Заздаем новый файл. Абсолютно новый. Делаем импорт. То есть, чтобы... Так, вообще, вообще сброшу-ка и все, чтобы проблем не было никаких. Все сбросилось. Импорт. Мерджи, то есть, мерджи, то есть, соединить файл, который открыт сейчас, с каким-нибудь другим файлом. Steve Max. Выбираем все. Окей. То есть, мы сейчас нашего Стивика, которого мы столь любезно делали... То есть, видите, мы очистили окно материалов, а текстуры все остались на месте. Видите, как все хорошо. Хорошо. Ага, хорошо. Жалко, что текстуры, конечно, не в то место поместил. Ну, хорошо, ладно, все работает вроде, все должно нормально быть. Так. Интересно, мне вот хотел бы научиться, как создавать так называемые карты текстур. То есть, видели, харппнг, да, вот этот скиновый форматик майнкрафтовский. То есть, видели, какой он офигенный. Сейчас я вам кое-что сюда прикреплю. Это как бы небольшой бонус. Просто научу вас кое-что делать. То есть, это новичкам. Опять-таки, не профессионалам. Сцены с майнкрафт 3D. Я скачал кое-что. Текстуру с камня я хочу скопировать на рабочий стол. Папочка текстурис. Лам камень сюда вставлю. Чтобы, ну, просто продемонстрировать. Убираем материалы. Окно материалов уже по знакомой методике. Убираем камень наш. Стоун, по-моему, называется. Где мой Стоун? Я хочу все закончить быстро и нежно. Все, хорошо. Но, если сейчас применить, видите, что происходит, да? То есть, создается огромная каменная поверхность такое. Как же это исправить? А вот как? Вы текстуру как бы сжимаете, то есть, вот этими полосочками произвольно. Ну, вы делаете все на глазок, естественно. То есть, слишком я сильно сжал ее сейчас. Я хочу 15 на 15, допустим. Так, нормально. Графт под квадратик примерно 15 на 15. Во. Другое дело. То есть, у нас получается как бы имитация, что этот человечек стоит на камушке. Далее. Вы можете добавить свет. Этот свет называется. Lights Standard. Предлагаю прожектор сделать. Mental Ray Area Spot. То есть, перевести можно примерно как Mental Ray. То есть, это... Господи. Кстати. Метод, по которому рендерится наша картинка. Рендер, это как сказать... Это то... Это процесс, скажем даже так вот, по которому производится 3D-изображение. То есть, мы настраиваем свет. Вот от прожектора, вот он где находится, как бы освещает нашего Стива. Если мы сейчас рендерим, смотрите, что сейчас будет. Стив наш стоит, вот этот свет от прожектора, вот его тень. Разумеется, рендерить можно в разных размерах, разных разрешениях экрана. Можно сделать затухание плавное. Это у этого, у прожекторов, всяких там светов, куча настроек. Фар, вот это я покажу еще. Это ограничение дальности освещения. Так. Нет. Нет, нет, нет. Прости, простите, простите. Что-то здесь, короче... По-моему, так это делается. Да. То есть, мы задаем границу, насколько далеко будет длиться свет. То есть, чтобы за камень, допустим, он не выходил. Фар, это докуда будет длиться свет. То есть, конец, максимум, энд. То есть, видите, энд, это докуда будет длиться свет. Старт, это... То есть, где он будет начинать затухать. Давайте смотрим. То есть, по идее, за каменную текстуру выйти не должен свет. Давайте попробуем, что будет у нас. Не думаю, что будет что-то хорошее. Но, видите, так плавно затухает, да? Уже видно, в принципе. Немножко притормаживает, потому что у меня фрапсы, рендеринг, соответственно, очень много ресурсов вашего компьютера. Ну, в общем, вот он, ваш Стив. Они сохраняют, зачем вам это надо? Все. Я думаю, я завершаю на сегодняшний урок. Своеобразный, очень много времени занимающий и сил тратящий, но зато какое-то чудо. И в качестве бонуса я вам преподнесу кирку, собственно, ручную, сделанную в 3D Max. Без текстур, просто каждый квадратик вручную цвет подбирал. Это будет одновременно в описании видео, вместе со всеми файлями. Да, то есть, где ссылка нас скачивает, не сохранять. Все, 3D Max можно закрывать. На этом закончен наш урочек. А, и еще последнее, последнее. Рендеринг, рендерсетап, как менять размер изображения. Вот здесь, Output Size, предлагаю HDTV, 1920-1080 пикселей. Вот, смотрите, что будет сейчас у нас. Огромная, здоровенная кирка у нас будет. Видите, медленно-медленно-медленно. Высококачественная кирка. Видите, какая офигенная она получается. Можно ее в руку этому же Стиву вставить. Все это я не сохраняю. В итоге что? В итоге, таким вот образом, можно создавать потрясающее просто изображение. Вот такого вот плана. Это аватарка наша, нашей группы, нашего сервера. Ну, это я не буду рекламировать. Все, собственно, давайте. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вы досмотрели до конца. Если досмотрели, вам от меня лично респект, потому что не каждый решится на такой порт.